Так, ребятки, всем привет! Сегодня у нас такая вот погодка отличная. Так. Теперь мы будем снимать всё подряд. Будем тестировать опять нашу камеру новой программой. Ну давай, давай, проезжай. Так. Покажем вам город. Это у меня родственники просили мои. Они сами с Никополя. Ну живут сейчас в Соликамске. Кто знает, где Соликамск? Поэтому, Наташка, привет! Вот показываем наш город тебе. Так, я разучился ездить уже за зиму. Так, микрофоном ко мне. Итак, снимаем просто всё подряд. Разговаривать не обещаю. Просто смотрите, вот такой у нас городок. Всё у нас неплохо. Одна беда. Дороги, зараза, плохие. Так, вот в этом районе мы не были полгода. Осенью мы здесь были последний раз. Идёт съёмка, там пишет, да? Всё хорошо. Значит, ребята, мопед собираю. Три колеса там вымутил классных. По 40 гривен купил. Ну, вообще, даром. Короче, скоро мы будем на мопеде. Саньку только другана встретил. Но он в ГАИ работает. Ну, не в ГАИ сейчас. Это новая полиция, что ли. Спрашиваю, Саня, а надо права? Говорит, надо, блин. Даже и мопед старый, и Карпаты. А надо Б1? Или А1? А1. Короче, это... Для скутеров, для мопедов надо обязательно права. А я такой размечтался. Думал, с нашими правами можно. У нас же выше категория. Ну и шо? Нельзя. Вот надо А1. Но дело в том, что сдать-то не проблема. Мы сдадим их. Ну, это же денежка. Все, ребята. Вы шо, думали, даром? Вот это Мрео наше. Видите? Вот тут я когда-то компьютерщиком три месяца работал. Вот. Это у нас старая часть города. Дамба там. Слева там дамба, но ее сейчас не видно. Мы сейчас съездим на дамбу и снимем вам. Мы прошлым летом ни разу не купались здесь. Вода такая была грязная. Мы что-то приехали и так не захотели даже лезть туда. Так запрещено. Запрещено? Почему? Нет, потому что там сдохло. А, было, да, дело когда-то там. Рыба сдохла. Я не помню уже, что-то было. Но почему-то было запрещено купаться. Точно. И сейчас вроде нельзя. Так а представьте, мы эту воду пьем. Купаться, значит, в ней нельзя. А пить можно, да? Ну, ее там вроде бы как чистят хлоркой. А потом люди от рака сдыхают. И фильтр не поможет. Так, дорога, конечно, задница. Но это еще более-менее. На нашем поселке там действительно задница. Так, тут знак сняли. Прямо можно ехать? Тут когда-то было нельзя. Тут охранная фирма. по-моему, так и осталась. Наташка, уже, наверное, не помнишь, да? Старую часть города. Я сам ее уже не помню. Редко тут бываем. Вот дамба. Вон пушка. Ты же сними пушечку. Я не помню, там проезд есть. Прямо на дамбу. А, ну, мы, в принципе, там, где рыбаки, сейчас подъедем. Так, ребята, заправились. 15 литров. По два... По 24 гривны литр. Шарахнуться. Короче, пол зарплаты сразу минимальной мы оставили за 15 литров бензина. Ну, не пол зарплаты, третью часть. 349, что ли, гривен. Где-то чек есть. Короче, если бы вот это не эта машинка, у нее 3,5 расход по трассе. Мы ее новенькую брали. Вот. На спидометре всего 29 тысяч. О, видите, и здесь свет тоже отключают. Пожалуйста. Вот тоже здесь электрики работают. Мы сейчас заглянем сюда. Ого, рыбаков! Ёшкин кот! Так, давай мне это. А ты иди, Андрюха, выпусти. Пройдемся. Нифига себе! А что случилось? Здравствуйте! А что случилось? Рыба. Так а что, рыба появилась? Никогда ж такого я не видел у нас. Или каждый год так? Каждый год. Я что-то без внимания. Каждый год. Надо тоже удочку купить, приехать. Понятно. Не, ну супер. А мы, дураки, лодку продали. Такая была четырехместная, классная. Правда, вот та китайская, ну, нормально. Оранжевая. Ну, нас сюда не пустили бы на оранжевая, да? Всю рыбу распугали. Не, ну красота, вообще супер. Наконец-то весна вступила в свои права. А знакомые пишут в Казахстане минус 20 ночью. Супер. Так что, не поедем мы никуда с этой страны. Будем, будем тут жить, добиваться чего-то. Все, спасибо. Побежали дальше, ребята. Некогда нам отдыхать. Там что, видишь, деревья, наверное, обрезают. Не знаю. Она тоже работает. Ну, Андрюха, усади. Андрюха с нами. На, дальше. А, еще же это, ребята, купили, знаете, что? Владику кроссовки. Купили ему это. Что мы купили тебе? Шорты. Сегодня они идут на тренировку, ребята, на тайский бокс. Теперь у нас будут спортсмены. Папа занимался в детстве молодости кикбоксом. Но мне их лень учить, ребята. Я, это, были и перчатки боксерские оставались мои. Настоящие, те кожаные еще. Биточки были. Что вы думаете, они взяли, Владик, и кошки в детстве. Начал кошки вот так боксировать, и она порвала когтями те перчатки. Бессовестные. А теперь будешь искать. А теперь китайские купишь. С этого, с дермантина. одноразовые. ничего, ладно, то мы решим. Нам, кстати, надо тебе, знаешь, что посмотреть? Сейчас заедем где-то в аптеку. Бинт. Эластичный бинт, понял? Потому что я не помню, дома есть или нет. Ну, первую тренировку, может быть, пока и не надо тебе это. Вот. Андрюха не хочет, ребята, упирается. Конечно, он пришел со школы, уроки быстренько поучил, пожрал, и в планшет, и лежит. Ну, что это за жизнь? Давай мы же так проедем, поставить, это, Наташке покажем. Вот, значит, у нас старая часть. А Наташка жила возле молокозавода, Наталья, помнишь? Такие там были трехэтажки, по-моему, или двухэтажки. Я тоже там давно не был. И я, что же, в общаге жили мы. Вся молодость прошла возле этого, возле молокозавода. Потом мы по головку жили, а теперь дом купили, вот, лет, наверное, 18, как мы здесь на Северном этот домик взяли. Не поверите, в то время, цена была 2800 мы отдали долларами. Вот представьте, 2800, но это была сумма, на две квартиры тогда хватало, на двухкомнатные. Мы же одну квартиру продали, двухкомнатную, за 1400. И добавили, и купили дом этот. Потом цены были, одно время была однокомнатная квартира, стоила 20000 долларов. Вот тогда надо было продавать все. У нас соседи продали за 40000 свой дом, на углу. Ну, конечно, там дом намного больше, чем наш. А теперь за наш дом дают 5000 долларов. Вот так вот. Вот так все меняется тут моментом, блин. О, поехали на пляж, ребята. Вот тут, по-моему, налево, да? Да, вот тут налево. Ребята, вот тут налево. Так, вот тут кафешечка такая. Собачка стоит. Сейчас мы посмотрим с вами пляж. А вот тут, вот тут, кстати, в этом доме жил мой знакомый. Он сбухался весь, Серега. Шульгин. Шульгин, по-моему, фамилия была. И вот теперь посмотрите, что с его дома. А вот тут Паша Чуб снимал, вот тут гараж у него, тренер по кикбоксу. Вот тут, видишь, гараж, ладник, вот этот синий. Ладно. Короче, снимал у него когда-то. И, по-моему, того Сереги уже и в живых нету. Он такого же возраста, как я. Не знаю, сбухался, блин. Что с людьми водка творит? Я сейчас два года, ребята, вообще не курю, не бухаю, вообще ноль. Так, мы можем вот тут налево. Можем там, давай здесь. Здесь, правда, такой переулок ужасный. Дорога, в смысле. Кошара, смотри, какой рыжий. А, цик-цик-цик, видишь, насыкал. Теперь люди нюхать это будут. Нали эмоции. У кошаков сейчас гулька. Воняют. Там хоть съемка идет. Так. А диктофон наш долго может писать? А ну? Клац, не проверь, там идет запись. Ну вот, это клац, не, оно засветится. Экран. Идет запись, да? Да. Так, ребята, вот у нас пляжик. Спортплощадочку такую сделали, да? Так. вот такая вот красотища. так, что-то спиртом запахло, что за байда. Так, выходим. Пускай идет так запись. Ой. Сейчас я это... Андрюху, выпусти. И так, показываем Наташке ее молодость. Вот тут мы на пляже были, отдыхали. Наталья помнит? Наверное, уже не помнит. А, конечно, не помнит. Ей лет-то было, ем-гай. Это Ирина, наверное, помнит. Ирина, можно в принципе сегодня вскупнуться, да? Кто смелый? А мы с Сашкой. Он сейчас в Израиле живет. Тоже мой друг. Классный. Ой, в Израиле. Он в Канаду переехал. В Израиле. И мы с ним занимались когда кикбоксом. Мы бегали по дамбе, Владик, вот тут вот. 10 километров. И я дурак. Когда-то после бега, вот так вот было тоже холодно еще. Ну, мой месяц тогда был. И я, короче, придурок, додумался. За разгоряченный, представь, после тренировки. И полез в воду. И шо? Геморрой, ребята. Потом мучился долго. Так что, ну, надо думать башкой своей. Ой, красота сегодня. Мы уезжали, было 17 градусов на этом. Хотел сказать, на спидометре. на этом, на градуснике. Какая-то штука вон ползет. Владик, видим? Что тут за хрень такая? Мутанты какие-то. Глянь. Ой, блин, страшно. Сейчас как выскочит. И на Андрюху. Чайка он. Как Чайк зовут? Не, не хочет. Блин, зря мы лодку продали, ребята. Ну, ничего, купим еще. Вон какая-то хрень, смотри. Рыбки не видно. Потеплее тут будут бычки прямо здесь, понял? Маленькие. Так, ну, вот такой вот у нас город. Классный. В принципе, хорошо здесь. Не знаю, не охота никуда уезжать. Да, дети? А ну, тут выросли. Каждый камушек знаем здесь. Вот этот знаю камушек, вот этот. и взять, вот бросить все. Оттолкают падлы нас к этому. Ни работы, ни молодым. Владик же ж дома сидит. Я дома сижу. Работы нет ни хера. Что мы там минималочку кое-как зарабатываем с ним? Больше расходов. и куда отсюда валить, я не знаю. Ни старые, ни молодые не нужны. Им смотрели это. Ну, вообще, кто нам нужен Никополит? Уборщица нужна с двумя дипломами, да? Или грузчик с опытом работы. Слушай, уровень воды упал. Ты видишь? Вода доходила вот до вот этих камней. Вон следы, видишь? А это свежие какие-то камни насыпали. Не знаю. Но уровень был вот тут вот когда-то. Ну, это же там этот, скажи, станция эта. Может, слили просто воду, не знаю. там яхт-клуб дальше. Вон, видишь, здание Андрюха. Я там занимался тоже яхт-клуб, обслуживал радиостанцией. Ну, короче, рации у нас были, УКВ там такие, не помню название уже. Я как радист был с Сашкой. А Сашка в Германии. О, кстати, ему тоже видео это снимаю. Саня, если слышишь, привет. Ссылку ему скинем потом. Он сейчас в Германии живет. раскидало нас по всей земле друзей. И мы с Саней, короче, ходили в ДОСА, в клуб тут в старой части, радистами там учились. Я на ключе, у меня второй класс, класс, кстати, радиооператора. Есть даже корочки. Я Азбука до сих пор знаю. Ее не забудешь никак. Ну, то же, я на севере работал три года. В 90-е годы я радистом. Зарплата была вообще круто, шарахнуться. Я приехал, сразу машину купил через 8 месяцев работы. Шестерку Жигули. Ох, это было круто в то время. А сейчас, сейчас это копейки стоит. И, короче, мы вот тут на яхтах плавали. Ну, ребята, спортсмены там парусом управляли там всей бойдой. Все бесплатно было. Я в шоке. Все бесплатно. Пожалуйста, только ходи в тот клуб. Обеспечивали этими яхтами все. Ну, а мы, короче, радисты. Я дурак поехал без кепки. Приехал домой. Солнечный удар. Все обрыгал. Короче, ну, сознание потерял. Напекло голову. Ну, просто в море вышли, в море. Не море, а вот этот водохранилище наше. И я там часа 4-5 представь под солнцем. Сразу хорошо было, а потом бамс и провал в памяти. так, ну, ладно. Будем двигать домой. Вот, видишь, чем люди занимаются? Пиво жрут. Вот зачем оно надо? Это отрава. По говну не ходи по собачьему, видишь? Под ноги смотри. Так что, ребята, занимайтесь спортом, музыкой, на саксофоне учитесь играть, пока не поздно. А то потом будете жалеть. И спортом, спортом, и спортом. Компьютеры то все херня, то все успеете, да, Владик? А здоровье превыше всего. Ну, и не жрать пиво. Всякие тортики големые. Только надо самим делать продукты, потому что в магазинах продается одна отрава. Так, ну, ладно, наверное, дальше нечего снимать. Дом вы наш уже видели. Машину видели, надо ее после зимы все ремонтировать. После таких дорог колеса опять ровнять. Едешь, а ее вводят все из стороны в сторону. Это я вам показываю. Все снимай просто так, все подряд. Ну, сам, как видишь, сам. Яхты вот снимаешь. Вот же яхты, видишь? Вот они. Ну, это частные уже, ребята. это уже все частные. Ну, дальше не поедем. Батарея садится. Поэтому не зарядил. Вот яхт-клуб. яхты поснимай, там какие яхт-клуб. А нет, вот тут смотри какой. Смотрите, как на окей сейчас будем мы вот такой трамплин брать. И так легко, да? Да, легко. Ну, на первой скорости, конечно. Я тут когда-то жил на этом переулке береговой называется. Только на Оке тут можно, видишь, на горку заехать. Ну, или на Запорожце. Вот домик красивенький, да? Люди так его зашарахали. Наверное, на пляж ходят каждый день. Все, пока дышишь. Так, ребятки, а теперь едем по Карлолипник, та улица. Здесь живет моя мамка. Тут у нас квартира еще одна, двухкомнатная. Сейчас мы заедем и снимем. То есть мы, в принципе, дали объявление уже года три на продажу квартиры, дома, или обмен на хороший дом, под офис мы там хотели. Ну, в районе, в центральных районах, чтобы я там мог вывеску повесить, работать. Но ни хрена, никто не звонит. Раньше хоть перекупщики звонили. Теперь вообще никто. Ничего не дают и даже не торгуются. Никому здесь ничего не надо. Вот. Поэтому смотрите, может кому-то понадобится свестить. Может Америка захотит с нами поменяться. Так, вот дом этот. Вот он, снимаешь дом-то. Вот теперь на втором этаже, видите, слева раз-два-три окна. Первая не наша вот у пластиковая, а вот эти раз-два-три наших. Так, 166-й дом. Вот мы сейчас к мамке зайдем в гости. Так, она нас не видит. Она нас и не ждет. Мамка болеет, сахарный диабет у нее. Вот, водку нельзя ей пить. Вот такая квартира, ребята. Мне кофе нельзя. Детям сделай, а мне нельзя кофе. Не слышу, она еще глухая. Так, вот такой у нее тут телевизорик. Вот комната. Владику можно здесь жить. Но он не хочет, ребята, потому что здесь нет интернета. Но провести-то не проблема. За одну гривну. вот тут такой туалетик. Мам, мы тебе квартиру приехали продавать. Квартиру приехали продавать. Сейчас снимем. Вот мамка, познакомьтесь. Моя мамка. соседи продают соседи. А сколько вообще денег стоит? Я не знаю, Сереж. Вот такой котел у нас фыроли, Какой мы классный. Ты хочешь, чтобы я забрал этот прибор с собой? Да, потому что я не могу без прибора. Прошу сегодня идти в этот вимпульс мерить давление. У нас каждый день свет вырубают. поняла? Андрюша, у меня есть супчик с макароличками. с крошечкой будешь? Только кофе будешь. Вид такой с окна классный. Может здесь мы фирму откроем вывеску, повесим? Таня, кто сюда будет ездить, да? Бред. Короче, не знаю. Работать не можем, ты поняла? Свет вырубают нам, задолбали. Дальше там счетчики людям ставят. Яблочки вам помыть? Давай. Так, ну ладно, батарейка садится. Все, всем пока. Сейчас я только выпью. Упала давление. Только выпью? Я только сказал, что тебе нельзя водку пить. Нет, не это. Давление упало. А, таблетку она выпит. Вот собачка, вот эта собачка сколько ей лет, да? Ах, красавица фарфоровая. Да, не меня там телефон звонит, нет? Нет. Ну ладно, все, ребята, все, дальше неинтересно. Так, все, ману, мы поехали. Помахай всем, до свидания моим подписчикам. Мамка смотрит, ничего не поймет. Так, ребята, может быть, это, мамку замуж отдадим? Есть там кто-то? Сколько тебе лет? Мам, сколько лет забыл? 70. 70? Вот тебе надо мужичка такого. Ну, помоложе тебе или постарше, скажи? Никакого. Как это никакого? Нет, лучше денег. Так, Наташке на Урал передай привет. Тетя люди, тетя люди, привет-то передай. Людочка, привет тебе. Все. Ну, ладно, все, ребята. Так, прибор давления сдох. Ладно, сделаем мы тебе давление. Зато не будешь знать теперь свое давление и будет легче. Я тоже ничего хорошего никогда не знаю. Так, все, поехали мы. Не поломай, там может где-то что-то перегнулось и что-то. Ну, все. Так, ребятки, это мы подъезжаем уже к нашему дому, но хотел вам показать, у нас элеватор, здание, а, оно не видно отсюда. Здание сносят вот это. И, короче, взорвали, а оно что-то не упало. Так и осталось висеть. Короче, сейчас я сниму, если дойду до туда. Батарейка садится. Так, а что тут у нас сделали? Ага, прием черного металлолома. Только у нас уже ничего нет, все поздавали. Теперь сами ищем, ходим железяки. Так, одно здание полуразрушили, а второе висит. Не знаю, как они теперь будут его сносить. Короче, это старый элеватор был у нас. Зерно где хранили. Ну, там он, видите, новый на заднем плане. Вот такие у нас тут перестройки. Так, батарейка садится, блин. Сейчас мы еще в магазин, в АТБ заедем. И в мясной магазин заедем, наберем мясо. Мясо наберем. Что еще? Что еще? Что-то? Ладно, там уже будем смотреть. Так, водку не берем. Как хорошо, ребята, никто у нас не пьет, даже ни грамма. Просто супер. в наше время это классная экономия денег. То есть мы можем вообще жить без денег. Главное не бухать. И вот, ребята, мы дома. Напутешествовались. Блин, уже 2 часа 54 минуты. Сейчас наша мама будет идти домой. Женька. Так. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры